В городе Те существует Растеряева улица. Принадлежа к числу захолустьев, она обладает и всеми особенностями местности такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняет ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей и всеобщая бедность. В плену которой с незапамятных времен томится убогая сторона. В празднике молчаливая Растеряева улица оживляется драками и пьяным разгулом мастеровых. В будни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, звуки налаживаемой гармошки или жужжание токарного станка, вытачивающего оружейные части. Таков основной промысел этого мастерового люда. Ни богатой ни зеленью, ни живописностью местоположения эта сторона города даже в летнее время не радует глаз. Тучи пыли и ссора гонит ветер по пустынным улицам, но запутавшись в тупичках и переулках, никнет и он в тишине и без людей. Поздний, послеобеденный час летнего дня. На повороте улицы на одном ее углу лавка купца Трифонова, на другом кабак. Двери в оба эти заведения неплотно прикрыты. Хозяева вкушают сон. Но вот уже открывается с ржавым скрипом дверь лавки, и на пороге ее показывается тучная, полураздетая и взъерошенная от сна фигура купца Трифонова. Он с трудом продирает глаза и, тяжко отдуваясь, усаживается на ступеньках. Оживает вскоре и петейное заведение. Заскрепили ставни, и в окне обнаруживается распотелый лик маланьи. Долгая и смачная зевота раздирает румяную круглоту ее щек. Это свояченица кабачика Данилы. А вот и сам он выходит на крылечко. Он сладко потягивается, мурлыча как кот, и бережно затем начинает прочесывать свою негустую рыжую бороду. Данил Григорьевич, и чего это я такая нежная? Не приведи, Господи. Нежная и нежная. И всего это я пужаюсь. Вот и сейчас мне сонное видение было, быт собака. Огромадная. Господи, страсти. Так меня все потом и ударило. Захар, он поди, страсть. С чего бы это, а? Нежности-то есть самые, а? Ну, уж вы начнете. После обеда завсегда собаки снятся. Аль другой какой звери. Так как же, Маланья Ивановна, а? Нежность-то ваша. К чему бы ее примерно приложить? Да уж будет вам. Бессовестный. Маланья скрывается внутри кабака. Ох, Данила. Маланья, гляди и не завяжись с девкой-то. Свояченьки-то эти тоже шельмы за первый сорт. Видал я их. Эла! Недюжа страшно. А вдовемши. Должен я хозяйство у кого-нибудь определить. Как-никак эта сродственница. Могу довериться. Ну, а что касаемо прочего, это статья особая. Дел твое, гляди, малая. Из переулка показывается балканиха. Это растеряевская сваха, грамотейка и всякому делу уставщица. Доброго здоровья, господа купцы. Здравствуй, грамотейка. А что, Петровна, не возьмешь ли ты за моего боровка Петрушку маленько его на грамоту наставить? А что ж, можно, Ампадисточ, можно. Так и быть, потружусь ли тебя. Вы учите, да не заучивайте только. Ну, весь, Тима, грамоту ее тоже с умом надо. А ты, батюшка, сначала похворостинь, сыночка-то, легонько. Потом пророку на уму молебен отслужи, чтоб на разум-то его угодник наставил. А там и примемся со Христом. Так-так. Вот ты и забреди как-нибудь после Заговин. Слушаюсь, батюшка. А куда ты сейчас с алтырем путь-то держишь? Али упокойничка бог послал, а? Да навертывается, кажись. Барин-то наш растеряевский помирать, слышишь, собрался. Вот иду проведать. Это Шарамыгин? Они они самые. Ну, спаси вас, Христос. Так-с. Надо посля и мне наведаться. Меренгани как торгуешь, анпадистос. Да нет, так приглядеть кое-чего. Куда ж теперь капиталы-то определят? С родственников-то у них, кажись, не слыхать. Найдутся. Там Федор Федорович за тушеприказчика. Уж он там управу найдет. О! Федор Федорович! Хо-хо-хо! Ен-то управится. Да! Выходит, стало быть, канун вам? Да ладан, ваша благородная. Ха-хо-хо! Эх, сколько вишни греши, а в свой час предсудию приставиться не миновать. Издали доносится истошный бабий крик. Минуту спустя в буре врывается мастеровой с металлическим чайником в руке. Данила, Данила, не выдавай! Гляди, какую я тебе штуку приволок! он скрывается в кабаке, а вслед за этим вся растерзанная сбегает жена мастерового. Где муж? Подавай, слышишь? Сейчас ты мне его подавай кровопить. Так! Я ж твоим мужем не спал. Ты его супруга, ты должна его при себе сохранять. Подавай, я тебе говорю. Сию минуту мне мужа моего. Знать я этого не хочу. Мала, баба мужа обронила. Сделайте, милосе, призаветуйте. Шкура, мне на твоей смехе наплевать. Твое дело распутничать, а я рабенку мать. Ну, что б тебя разорвало? Ах, ты идолица, блудня нечестивая. злы. Да честь! Что это за Севастополь такой? Аж ты, генерал дебуток какой. Мне мужа подавай. Я, не моя, мутить сюда пришла. Опять я тебе скажу, мужа, мужа твоего здесь и не было. Не было? Не было. Проваливай с молитвой. Она к Фомину побежала. К Фомину разбойники, дьяволы, у меня корки нету. Я на тебя извергтеткой босторот наведу, мошенник. Я тебя живодер и от кого начальством заставлю. Дура, нет такого начальства. Пашка, где это ты такое начальство нашла, чтобы не пить? Рожа, в начальстве намоково зерно не смыслит. Изверги, пропасти на вас нету, мучители наши окаянные, сгореть бы вам супостатом. Трудно не пить на растеряющих. Впрочем, мы познакомимся сейчас с личностью не только вполне трезвенной, но в некотором роде даже замечательной. Это чиновник Семен Иванович Толоконников, 36 лет от роду. Он тучен, богомолен, имеет пристрастие к куриной охоте, ведет, впрочем, жизнь степенную и созерцательную. Вот он сидит у открытого окна и смотрит на пустынную улицу. Входит Авдотья, его кухарка. Что ты? Самовар убрать. Возьми. Что ты, брат Авдотья, у нас все так. Барин ты когда чаю отпил, а ты только, господи, было, что не трогаешься за самоваром. Так конечно, у меня сто рук от. У меня вось не одно дело. Ну, молчи. кассетинку проспала. Какая курица. Так не что я. Молчи. Ты про дела говорить не смей. Ты. Что ж такое не говорить-то? Эх все дело какое. Курица, курица. Да не что я. Курица, курица. А что такое курица? Ты лучше молчи, Авдотья. Слышали нет? У тебя дела. А где же ты рожу-то наживала? Пришла как щепка, а теперь я варила-то. Все это от делов. Ах, ты бессовестная тварь. Ну, пошел мутить. Не, мутить, мутить. Нет, ты погоди. Стой. Я говорю, где ты рожу наживала? Да ты на меня не кричи. Чего ты воевода какой отыскалки? Как и сделала? Мало что сделала-то. в Навальном и все прибери. Опять же за охотой твоей присмотри, за птицей. У тебя Ева, что всего понапихано. И где не повернись, ровно быть помещик какой живет. А я так небось одна. Эш ты, какие такие дела, Ева. Ах, дура. Сравнила с помещиком. А то что же, у иного помещика еще этого-то нету. А у тебя погляди, все убери да подмечи. Дура, дура. Вот ты дура. Что платье, что белья, что чего всего припасено. Не знам про кого только. Сам ты об терхой ходишь. Тебе с меня взять нечего. я человек старый. Каб жену взял, тады взыскывай с ее. Да и в ту пору с твоим от богатырством ты не управишься. А то ишь ты, нету диалог, а? Нету диалог. Ну, погоди, погоди. Да ну, чего еще? Ну, постой. Ну, постой, погоди, Так ты говоришь, помещик это, я-то, а? Ну, да помнечка и есть. Ну, погоди, Авдорф, погоди, постой минуточку. Много всего говоришь, а? Внаковинно много всего. Что удержит, что чего. Без пользы только лежит зря. Уж бы женился. Да, слава богу. Ну, эти что ли? Погоди минуточку. Чего угодить-то? У меня не обо съезде хуроводится. Ну, погоди же, господи. Ну, позволь, постой. Так ты, Авдорф говоришь, я вроде как помещик, а? ничего это дитя какого разыскался. Мне ведь ну, постой, постой, Авдотья, погодите. Толоконников встал, прошелся, ласково погладил пузатый комод, заглянул в буфет, все ли на месте и снова к окну. Взор его устремился к подвальному этажу соседнего дома через улицу, где виднелась в окне спина портного Семена Панкратича. Эй, тезька, Семен Панкратич. А, Сеньки? Дома, что ли? Дома. Так, работаешь? Да, ковыряем по-малости. Ну, так, так. Не слыхать ли чего, Панкратич? Да нет, как быть-то ничего. Ах ты, да как же, Ши, 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 Семен Иванович, нынче-то слыхали? У Кузьминых кучер кры, кры, крысу поймал. Этакая большущая каторжа. Да ну, у Кузьминых, Да как же, Кузьминский кучер, это он занян от него. Хотел лишь ее поленом прищебить, ушла. Весь народ сбежался. Погнали, убили. Ну, чего несешь, не знам чего, погнали, убили. А то они. Кузьминский слых кучер, ну, известно, как это она шмыгнула, он за ней, а она в бочку, а он ее метлой. Ну, 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 в бочку, в бочку. А ты видала, в бочку, в бочку, ишь ты, рассказчицу отыскала. Это про крысу, что ли? Да из каретнику она, из-под полу, как, шаркнет. Я ей говорю, в бочку. Да как же, в бочку, в бочку, рассказчица. Да так она и пойдет тебе прямо в бочку. Да первый взял Кузьма топнул на нее, она вон, он за ней. Правильно. Ну, сбежался народ, погнали, убили. Правильно. Такого гону задали, а потом убили, это верно. Верно, это верно, убили. Народу сила. Дунящин муж опился потом. Ну, я и говорю, это он не от крысы, а со вчерашнего. Панкратик! Асенька! То правда, то правда, убили. Эх ты ж, господи, с этой службой ничего не увидишь. Авдотья, Авдотья! Ну? Ты что же это мне ничего не сказала? Да, чего сказать-то? Да про крысу. Крысу? Про какую? Да у Кузьминых. Ну, прости, господи, да чего сказать-то? Да, ничего, дура корявая, только от людей узнаешь, с тобой это зачаркнет в потемках. Да ну тебе, навязался, прости, господи, и замок не знает, чего. Ох, чертовка старая! Вспыхнувшие так бурно растеряевские страсти погасли. Подняв облака ссорой пыли, пробежал по затихшим закоулкам ветерок. Идут не спеша тихие минуты, дремлет растеряевка. Но вот новая фигура в старой солдатской шинели подходит к окну весьма достопримечательная личность медик Хрипушин. А-а-а, господин Лека Иван Алексеевич! Батюшка Семен Иванович! Все ли в добром? Не занадоблюсь ли вашей милости? Да нет, слава богу! Да вы зайдите, покалякаем. О, господи, сприлитиюс! Как живете, курочки, пататурочки? Здравствуй, азотюшка! Здравия желаем! Здравствуйте, здравствуйте! Садитесь, господин Лекарь, покалякаем. Чай-то я уже отпил. А то, если хотите... Покорнейше вас благодарю. Ничего, не беспокойте себя. Вот, рюмочку, если пожалуете. Ну, что ж, мол, не рюмочку. А, Авдотья, у Семена Ивановича братья, как у помещика, только птичьего молока не достанешь, зато все есть. Авдотья, попочек господина Лекаря водочкой. Покорнейше вас благодарю, благодетель, Семен Иванович. Да, только, только вы, можно сказать, и сочувствуете. А то вот так ходишь, ходишь по добрым людям-то, а что толку идет. И Ново вот так пользуешь, пользуешь, а он хоть бы на смех, хоть бы мне он в рожу-то плюнул. На, поврюмчи, сполосни свое сердце, а то что там, как старость-то придет. Тогда как? Да ты мне, Алексеич, что-то, ты выпей. Покорнейше, батюшка, благодарю. Вот у нас своих не ценят не в грош. Все, немцы, ученые, а вот выберни, кто-нибудь из ученых вот эту штуку, как мне, довелось. Годов тому немало, в Орле купчихе Зазнобиной под череп лягушка залезла. Ну, под череп, да как же это она? Истинно вам говорю, вот хоть запожиться. Что тут поделаешь? Криком кричит баба. И так, даже, знаете, ровно полягушечьи с заливом с эстакем. Ну, понаехали эти профессоры, ходят вокруг, телят-билет, телят-билет по-своему, по-латынскому, да, через очки друг на дружку глядят. А как взяться, не знаю. Догадала кому-то меня квикнуть. Я им в полчаса это и оборудовал. И эту самую лягушку господам профессорам в аккурате на блюдечке приподнес. Извольте, мол, говорю, поглядеть, как у простого человека лягушки прыгают. Вот, брат, ловко, ловко, ну, молодец. Ну, выпей. Выпей, выпей. А ну-ка, немец, язык глядеть. Нет, ты попробуй, едок-то, когда тебе ничего не показывают. Вот тогда я с тобой поговорю. А наш брат все без хлеба, все сиреть улицы валяется. Фу, мать и владычца, не как тот пришел. Да-да, это ой. А я вот, брат, ничего, слава богу, живу при достатке, есть таки мало. Да вы-то уж, батюшка Семен Иванович, вы-то уж действительно скажем. Входит Авдотья с курицей в руках. За ее спиной Прохор смотрит робко с вежливой искательностью в лице. Ну, вот она, твоя кочетинка-то, воитель. Да, да что ты, ах ты ж, господи, да откуда же это, ну, что ты скажешь, а? Да вон дьен тот принес вот. Это я, Семен Иванович, так точно. Ну, спасибо, братец, вот уж истинно спасибо. Ты не из Ростеряевских, что ли, что-то я не припомню тебя. Здешний я, Прохор, так, из мастеровых Прохор, ежели извольте знать, барина Шарамыгина, незаконный сын ихний. Как же, господи, пользовал их благородие, пользовал. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, вот видишь, чужие люди и то, а ты, как же это, братец, я, да на Солдаткином пустыре, гляжу, курица необыкновенная, ну, думаю, не иначе, как Семена Ивановича. Семка, я ее сарапаю, да и предоставлю, куда следует. Ну, спасибо, спасибо. Ну, ты, возьми-ка ее, да гляди у меня. Ну, ну, не больно-то взявай, помещик. Эка у вас, Семен Иванович, кочета богата. Это, горлопан-то, о, он у меня беда, как глаза-то продерет, начнет голосить смерть, кочета бедовая. Ага, а вот тоже охота у Филиппа Львовича. Охота, Филипп Львович, охота. Вам еще до настоящей охоты-то сто лет расти осталось. У Филиппа Львовича охота. Семен Иванович, богом вам божусь, я даже сам обезжевотил с усмеху, когда это Филипп Львович вдруг сказал, у меня, говорит, охота. Есть, я так и покатился. Собственно, только для этого вам и упомянул. Да, Филипп Львович, знает ли он, что такое охота? Потому есть курица голландская, есть курица шампанская, шампанская курица этой буртастой и себя король бурде. Во, во, понял? Правильно. Филипп Львович, чей жап Аленова мыслит он. Опять индюшка, ежели в случае ее по башке тюк, она летит торчмя головой. Но английский петух, он имеет свой расчет, он сперва клюет землю вот эту. Семен Иванович, перед Богом я это только так. Полбан он, вот ему цена. Да, я так и покатился. Батюшка Семен Иванович, да по-вашему-то хозяйству вам бы вот как боярствовать, первенющим побесчиком бы жить. Да сударушкой хозяюшкой, а не то что. А вот уж именно, правильно. Ну, что в самом деле? Ну, я тоже скажу, помещикам. А что вы думаете, разве бы я не женился, у меня вон одной посудой на пятьдесят персон припасено, и все под кадриль. Приходи, царствуй. Да где ее взять-то, жену-то? Да господи, да только одно мгновение. А, пожалуй, возьмешь, а после и завоешь. Да благодетель. Ведь мне что надо? Чтоб она чувствовала, чтобы она мне руки целовала. А то возьмешь такую, то, и все, тиль, видя, это нам, братец, не подходит. благодетель, а претерпиевскую барышню Олимпиаду знаете? Слыхал. Родитель, подкажись, из губернства. Как же, как же, оттуда. вот только помер недавно, я его пользовал. Вот и осиротели они. Я так считаю, что не подойдет это Семену Ивановичу по их солидности. Горь. А вот и напротив, может быть, Семену Ивановичу это самое и нужно. Это точно, Семен Иванович, обеднели они, но девица достойная, образованная. Но это бы того, не очень-то. Тоже оглядеться надо. А ты что же, братец, господину Широмыгину говоришь, сыном приходишься? Тоже, стал быть, выходишь померщик. А что же, Семен Иванович, по моему благородству-то мне может, как жить-то надо? Разве она кровь-то не сказывает? Конечно, ежели папенька-барень скончались, может, и на мое сердство-то что-нибудь скоро помрут. ослабление внутренностей окончательное. Верно, Иван Алексеевич, господин... С ручательством, сам пользовал, знаю. Их ты, пошли ты, господи. Надеюсь, значит... А так-то бы хорошо. Только пятачком помахавай твое. Это как же? А что же, вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Нет, это уж пустое дело. Уж лучше я натравлю, да, господи, благослови, сам ему на шею сяду. Дворянская кровь заговорила. Эх, разожгли вы меня, господин лекарь. Ну, надо бежать, проведать папеньки до здоровья. Там ведь не догляди, только беда, живо расклеюсь. Прощения просим, Семен Иванович, не обессудьте за невежество. Тоже помещик. Прошка-то значительная язва будет в скором времени. Прошка спохватился не зря. В доме своего незаконного родителя он застал только его бездыханное тело. А вокруг целую ораву домочадцев, которые уже примеривались, как бы и чем поживиться от покойника. Но приехал душеприказчик, крупный чиновник Федор Федорович Птицын, сразу всю ораву разогнал, а с покойником самолично управился. Пришлось только, да и то под угрожающим нахрапом Прошке уделите ему некоторую долю на разживу. Так началась пора расцвета Прохора Порфирыча. Не прошла в Туни и памятная встреча Толоконникова с медиком Хрипушиным и Прохором. Зазнобило мужественное сердце у Семена Ивановича. Стал он засылать провизию и прочие гостинцы в убогой домишко вдовы Претерпеевой, а вскоре нацелился и сам нанести визит к намеченной им для себя невесте. На задворках усадьбы вдовы чиновника Претерпеевой среди пыльной лебеды и двух-трех тощих кустиков расположилось небольшое общество. В центре на скамейке сидит Липочка старшая претерпеевская дочь. На бревнышках у сарая ее сестра Стеша. На пустующей собачьей будке пристроился Михаил Иванович выгнанный из завода рабочий. И в сторонке у забора играет на скрипке худенькой бледной юноша Ваня Птицын сын Федор Федорович. Ваня Птицын хорошо сказка мечта как это называется а спящий царевне хорошо талантлива ваня эхма наш брат ободранный человек песню то поет ровно режет ножом потому голос то наш в огне перекипел а господская то песня люба 2 эвона в какую сладость ударяет моя песня горше твоей мне достается это положено верно я знаю ты в луч кадриль какую сыграл а то что это за душу тянешь не кадриль стеша кадриль скажите пожалуйста графини как а я в пансионе не была и по французскому не училась а это он ли про тебя это ты спящий царем то там сказал те же оставь пожалуйста глупости он еще сочинение разные сочиняет все про тебя же а папа что федор федорович доведается улетит ему ну как тебе несовестно милый ванечка спасибо ничего я не сочиняю выдумывает все она да как же выдумываю а ты чего ведь кубачом залился ага а я бы хотела быть сочинительницей по блестящему паркету скользили стройные пары упоительные звуки вальса и благоухание цветов кружили голову и заставляли сладко замирать ее сердце ропот восхищение бежал ей во след но вот в дверях показалась стройная фигура молодого гвардейца его жгучие глаза стали искать среди танцующих пар ее она почувствовал этот магнетический взгляд и сердце ее забилось сладкой тревогой а потом он бы я изменил она умирала бы на берегу адриатического моря а на днях нам толоконников ногу телятины прислал это он все за липкой припадает правда правда как же это он же старый что ты красавец чего смеешься графа тебе что ли нужно это все хрипушин иван алексеев старается пошли господи может липку сбудем и меня присватаю ведь вот падиш ты две сестрицы скажем а мечтания выходят разные образование подумаешь да мечтания разные а какие мечтания у вас михаил иванович у меня-то смеяться будете у меня тоже вроде как бы виденье какое про чугунку слыхали чугунку прокладаю дойдут вот до нас эхма и загудит тогда михаил иванович прямым трах там стал быть самый питер как же не видали тебя к дяденьке их нему махнем максим петровичу студенты они брат таковоле там заворачивают только держись а ванечка не пишет нам дядя не знаю да уж я доберусь в калитке показываете нарядная радостная верочка сестра вани птицына ауу ау белочка какая ты Ты что ж, давно не была? Я в Эдончине пришла, в гости иду. Да туда рано, а дом скандал. Что такое? Папаша, зять, костылем лупит. Не поделим, небось, чего-нибудь. Ну, конечно. А ты куда же это в гости собралась? А вот мне скажу. Тайна. Ну, Ванечка, играй, а мы будем мечтать. Сыграй, скачет Галка, по ельничку. Это он про меня сочинил. Нет, не хочу. Не могу нынче. Что ты это? Расстроился чем? Он только у тебя и отводит душу. А дом-то и скрипку боится на глаза показать. Чуть возьмешься за скрипку сейчас, а и ты, гудошник, скоморок, прекрати. А отец еще подзатыльника даст. Ваш папаша, изверг и грабитель. Живого и мертвого дерет. Шрамыгин-то как обработали. Сами от них кормитесь. Можно сказать, вы к ним дому возросли, а ругаетесь. А это не твое дело? За мое кормление, барышня, я им безмезно всю черную работу делаю. У Федора Федоровича даром не покормишься. Ну да погоди, отольются им слезки. Теперь новые порядки начинаются. Он, говорят, комиссии до ревизии по городам поехали. Прижимку-то и послабят. Пойдет разборка-переборка. Вот хорошо бы. Папаша у вас строг. Мамашу куда-нибудь в монастырь. Бабушку б ядом каким-нибудь отравить. Ох, нам бы тогда житье. Марина! Да нечто про родителей-то можно так говорить. Вот бог накажет. Язык усохнет, и будешь немая. А вот и не усох. Вот и не немая. Не запугаешь. А разве бог не видит? Разве справедливо? Сами жрут. Людей вон обдирают, а нам на все один запрет. А я тоже жить хочу. Ване вон скрипка, а мне любовь нужна. Я вот влюблена. Верка, не говори глупость. Ну да как же глупости. Насмотрелась я будет. Сестер вон повыдли за уродов. Нашили подюжный салоп. Да и марш. Вон и мне уж женишка приготовили. Тоже Иван-Царевич хороший. Кривоногой. Лысно с блюдечка. А хапала, говорят, такую, что и папашу перешибет. Да ну то. Правильно. Без дамы им теперь никак нельзя. Одному не разорваться. Он будет хватать, а жена прятать. И выходит в семейный дом. А чего ж тут плохого-то? Пошли, господи. Справедливо. Вашему сословию одно удовольствие. Все у вас готово. И заботы вам нет. Приходит супруг из должности. Вы к нему. Хорошо ли душенька служил? И в губы его. А он вам. В каторжную работу душенька сослал двадцать персон. И наоборот, кубас в губы только и всего. Из соседнего двора подходит к забору балканиха. Ах ты, фармазон, фармазон. Ах, пожалуйста. Новые явления. Вот тебя бы истинно во строк надо запечатать. Недаром тебя с завода-то за бунты выгнали еретика. За самутьянство твое. Ну чего тут баламутишь? А вы что же, мамаш, дозором под забором подслушиваете? Ах, а шабы и так. Кто мне в моем владении запретить может? Я у тебя хозяйка. Куда хочу, туда слухом моим и преклоняюсь. А теперь вот в гости перелезу. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте, мадам. Что давно к нам не жалуетесь? А выгнали меня ваш папаша Христос с ними. Ну, да я на ихнюю особу сердцов не имею. А вот Хрипушину, лекарю нашему знаменитому, в лохань наплевать придется. Это что ж такое? Под боком сватовство, а я и не знаю. Полна, Петровна, какое там сватовство? Нет, позвольте. Христос, я тебе, олимпиядочка, не помеха. Счастью твоему не противница. А только что ж это? И так нонче скудость пошла. С щепокойничками не пожалуюсь. Перепадают таки. Пошли им, бог здоровья. А с женихами один грех только. А он у меня экого туза Семена Ивановича выхватил. Наплюю, наплюю, лохань его немытою. Мамаш-то дома? К вечерней пошли. Эш ты, богомольница. Мне-то хаж бы слово, хаж бы глазом-то мигнуло. По-сусецке-то. Эх, какая-то. Обошли. Не углядела. А ты молчи, супостат. Сам-то хорош. До тридцати годов по честь дожил ни кола, ни двора, ни куриного пера. Хоть бы гульбой зашибал. А с бабенкой какой спознался. А то так. Не богу, свечка, что трава сорная, прости, господи, под ногами путается. А ты меня не трожь. Я тебе ни в покойнике, ни в женихе не предназначен. Значит, оставь. Ох, в персону. Почему я нищий? Ты это знаешь? Почему я в жизнь свою сладкого куска не едал? Сапог цельных не нашивал? Почему за место этого получал по скуле? Ага. Потому что мои сапоги-то чужие носили. Мой кусок-то другие жрали. А ты мне отвечай, имею ли я равномерную с благородным человеком душу? Ну, говори мне, имею. Ну, как ты можешь с благородным человеком равняться? Скажите, на милость, душа. Душа-то мне твоя не видать. А вот что ты драной ходишь, это дело видимое. Ага. Драный. А какая тому моя есть причина? Перед кем я грешен? Перед кем виновен-то? А потому что я простой человек, простого звания, поэтому самому я и нищий. Не нищий ты! Нищий божий человек, а ты дурак! Вот кто ты. Дурак. Правильно, дурак. А почему? Потому, случаю, мы дураки, что прижимка, например, обдерка над нами была большая напущена. А ну, твоих-то женихов, дома да палаты, сертуки да манишки. А откуда? Жалование-то грош. С нас все это, Ванечка, христианская душа, наше все хрустали. Купец брюхо нажимал, по какому случаю, по тому случаю, что с рабочих, либо с мужиков лупил. Вот по какому случаю и происходит брюхо. А мне каши-то с малых дён в рот не влетала коряга, ни кала, ни двора. Да, правильно. Вот он я. Весь тут. А может, теперь бы у меня такая ли супруга способница была, коли б не сытость-то эта ваша краденая. Я по честь полгода дрывался, чтобы девушка на меня ночью Марзова взглянула, да по ночам ворочал на заводе, в огне, да в пламени, чтобы мне лишний рубль достать и купить гостинчика полакомиться. А чиновник-то налетел с мадерой, да с гитарой, да с шёлком платком. А он и взял, и шиш под нос. А теперь поди, полюбопытствуй на принцессу-то мою, ровно как тряпка рваная по лужам валяется. Ты меня не трог. Ладно, дай срок. Скажи на милость, гроб-то какого надела? А за что обижать человека? Я тоже пойду. Прощайте. Прощай, Иванечка. Заходи. В самом деле, Балкань, что и б ты накинулась на Михаила Ивановича? Он наш первый кавалер. Ха-ха, кавалер. А помнишь, Липа, сказки его? Я люблю Михаила Ивановича. Душа у него горючая. Это невидаль, подумаешь, поврежденный какой-то. Я там картошку в залу положила. Пойти поглядеть. А, ничего. Встешенька выровнялась девушка хашкуды. Тоже по диздому уж нацеливается. Все-то тебе забота в Балканях женить да хранить. Ты б сама замуж вышла. В самый порядок. О, да ну, не заруй. Нашла тоже невесту. Рассказывай, рассказывай. Знаем кое-что про твои сердечные делишки. На-на. Это про Дрейкина, что ли? Ну, что ж, сватался с вами, скрою. Ну, врешь. Пойти врешь, завтра умрешь. Ну, так расскажи. А че, че рассказывать-то? Ну, известно, хозяйство большое, мужик самостоятельный, без хозяйки никак нельзя. Ну, засылал. А тут вдруг и навернись. Это вот не Нилка, а не Кеевская приемышь. Дурещи ведь. Рыл-то. Эв какое. А зато, что твоя телега. Ну, прерстила. Ох, я только вздохнула, да перекрестилась, что отвел Господь. А она-то ходит, да величается, ног под собой не чует. Дура, говорю я ей, дура, ты, говорю, наватис теганая. Чего возносишься? Да может, это на печаль, да на слезы Господь тебе посылает. Может, это за грехи родителей, а не то, что... О, где тебе? Да ведь так. По слову маму и вышла. Ведь заколотил ее, задурил, где приведи Господи. Так в коровницах все эти восемь годов и прогнила. Да теперь, слышь, и сам ослеп. Как ослеп? Ну, грек один, что сказывают. Встал это он поутру, продрал глаза. Темно. Туда и суда и темно, не видать ничего, да и шабаш. Взвыл даже от страха к жене. Ненилушка, ослеп ведь я не вижу. Глянула это она на него, удостоверилась, да как вас пляшет, да как вас кликнет. Слава тебе, Господи, слава тебе, царю небесному, ослепит его, ирода навеки нерушима. С того часу и пошло, и пошло гульба, да музыка, да непристойность. Тьфу ты! Ой, батюшки, засиделась я. Ну, прощайте, барышня. Вот и рода-то. Из городского сада доносятся звуки вальс. Гера подошла к Липочке, которая стоит у забора и задумчиво покусывает сорванную травинку. Липочка, неужто вправду сватнут? Да лет-то ему сколько. А Бог его знает. Должно быть лет подсора. У вас-то он был. Нет еще. Робеет. Все провизии посылает. Неужто пойдешь? А что ж делать прикажешь? Ведь мы же нищие. Ты погляди на мамашу, до чего извелась, а и впереди-то чего ждать? Кому я нужна такая барышня из пансиона? Господи! Да чего ж мы несчастны? Учились, мечтали, выросли. Там мадамы командовали, а теперь тебя нужда, а меня папашем тиранство созвету сживают. Правда, только и радости бывало, что мечтаешь. Помнишь, Верочка, наш гроз, Марлинского омолата, вечерний звон, а козе мэраста, помнишь, а не сэ, помнишь, чутали вместе. Палеттоаль дюсоар мэссажэр нойнтэн, дон ле фронт сорбриян дугоаль дуфушан, дэйтон палет дэйдю, мосэн дюсер-маман, крыгар дэйтон 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 Слушай, Випочка, я тебе прямо скажу, сверну я себе голову, сил моих нет. Что ты, что ты, Верочка, слушай, я тебе признаюсь, у меня роман Арапникова, знаешь, он женат, но только с женой не живет, говорит, что обязательно разведется. Вот отчаянный, а как танцует Арапников, что ты опомнишь, он же развратный человек. Ну да как же, молча болтай, конечно, он из гусар, неприкасная строка какая-нибудь. А какой охотник, а? Один на медведя ходит, и начитанный Жорзан да обещал мне дать, можешь нам сегодня читать запрещать? А сумасшедший какой, я была у него один раз, что там сделала. Слушай, Липочка, плюнь на все, пойдем сегодня со мной, пойдем, я шумпан скрипела, ох, пойдем, на тройк кататься будем, цыган послушаем, да пошел, кто приезжает, один есть офицер, один, пьет. Попошедшая Вера, Вера, ты же на краю гибельной веры. А что ж такое, наплевать, зовей горе веревочкой, голове гудит, сердце злодит меня, жить душа просит. Вера подхватывает Липочку и кружится с ней в вальсе. Липка, Липка, но Машу с Хребушиным пологонника убедут. Покажи меня, Бог, да прибери скорее. Ну, мне стало бежать. Я не хочу встречаться. Я через Балкани ху. Ну, Липочка, нет, нет, Верочка, не уходи. Не уходи. Нет, Липочка, уйду. У меня своя дорога. Я уже решила, не удержь, не удержь. Липочка, ты как хочешь, а я на воду. В калитке показывается толоконников и Хребушин. Толоконников в новой шинели, в калошах и с большим зонтиком в руке торжественно шествуют клипочки. Пожалуйте, пожалуйте, без стеснения, все жених грядет в полунощи. Прошло года полтора. Растеряевка все та же. Ничего не изменилось. Однако в жизни наших знакомых произошли существенные перемены. Ожидания Михаила Ивановича оправдались. понаехали комиссии до ревизии и сокрушили они Федор Федорович. Не вынес удара стол простеряевской иерархии, рухнул в параличе. В чахотке скоротал свои дни Ваня и бесследно скрылась с Сарапниковым веселая Верочка. Что же стало с Липочкой? А вот направимся к ней в толоконниковские хоромы. На кушетке в измятой нижней юбке распущенной непричесанной лежит Липа. Читает. Спускаются сумерки. Авдотья! Авдотья! Оу! Авдотья! Дозовешься тебя или нет? Эду! Ну? Ну и вот она я. Свет бы зажгла. Читать темно. Ну-ка что ж, посумерничала. А то, что свет то зря палит. Да и сам вот гляди заругаться. Ну, не надо. Сядь, Авдотья, поговори. А какой с меня разговор-то? Ложки да пложки. Вот и вся туда. В городе не слыхать ли чего? Новостей каких? У-у-у. Какие там слышу новости? Народ у нас мирный, начальство строгое. Ну, ну, чему случаться-то? Разве, когда из пьяного мастеров пошумит, ну, да таки все вот. А Семен Иванович к вечерней пошел? Да, известно, ведь свечами торгует. Старосты, слышать, выбирать его будут. А баб старосты не выбирают? Ем махнула. Да не, что можно. Нет, полирыги не допущаться. Других наций может и допущают, а ведь у нас на это закону нету. Жаль. Графиня Аврора печальными глазами смотрела во след, удаляющим Муссу Леониду. О, а это про чего же? Это из книги, роман такой. Русский офицер попадает в плен к Наполеону. Чего? К французам. А, так, так, так. Потом влюбляется в одну графиню. О, да, да, ну, что слышно о рынке, да, висказывали. Вы-то из этого, ух ты, из Севастополя наши хранцузов-то шесть верст по морю на лошадях гнали. Как же это по воде-то? Ну, ксуш такой, чейки онорал гнали-то? Мне ж онорал станет тебе глядеть, что это вода, а что земля. Ишь ты, затрубил струбу-то, вот и весь разговор. Да, в самом деле. Ох, а еще, слышь, разговор был, быть-то, скоро конец свету назначил. Ах, не все ли равно? Быть-то, девица одна, пять годов, слышь, проспала, а потом-то, проснулась, да и родила. Глупости. Да-ка известно ведь, так, болтают. Вот сестрица-то ничего не слыхать. Нет, как мама умерла, с тех пор ничего. Да чего там в уезде, и писать нечего, да и писать-то она не очень мастерица. Это ведь одна я такая, образованная, на свою голову образовали. Впрочем, еще годик-другой так поживут, так сама, пожалуй, писать разучусь. Да и господь, не для чьи-сестре нашу и голову-то затуманивать. Равяночка была. Сохрани, господи, что ты? Ну, отхрещиваешь-то, сопротивница? Да не ж это можно. Каждая баба закон исполнить должно. Да и самому-то ведь лесно будет. Вот мякнет, зуда этого меньше будет. Он, все, вишь, на доход теперь жалится. Мужик, где от рук отбиваться стал. На прокормление семейство слышь, средств не хватает. Ну, вести, мол, теперь-же это с трудностью. Это прежде их уж посту детёв в год рожай всем хватит. А посол пружества требуется младенца. Нет, 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 не говори, луч, слушать противно. Стоит только представить, дрожь берёт. Так вот и вижу, рот до ушей, нос в чернилах. Сейчас же побежит казённый Сергуч воровать. Господи, чё вас скажут, да? Сургуч воровать? Да не, что я такое возможное младенца. Это уж потом подрастём ше. Всё равно семя крапивные разводить. Что такое? Почему кладовка распёрта? Где Авдотья? Ну, вот он воитель-то наш забушевал. Входит толоконников в шинели с зонтиком в руке у него в платочке просфора. Что такое? Почему такое? Точно на улице двери на стеркладовка распёрта. Приходить вообще никому дела нет. Ну, загромыхал, зачем смотреть-то? Бриллианты вещь порасыпан. Да кому приходить-то? Пятух облезлый, али чумовой какой разница бежит в хором твой царский. Ну, чумовой, чумовой. А что такое чертовка старая? Ну, да, как не чертовка? Сам ты кащей богатей. Чего зря зевать-то? Ох, раскрадут, разнесут, украдешь у тебя, как же. Пылью-то с крыши ветер у тебя не сдуй, да не то что. Жалко вишу, укрась нечего. Мало рожу вишу расперло, не угоди, елбамбарин. Пожалуйста, его ключик и вот это вот самое грабь растаскиваю без чеснения. Да перестаньте вы, будет тварь. Ну, как не растускать, как не нажиться. Наживешь у тебя у сквалы и горб за спиной. Это вот верно. Ждите, как же. Перестань, Авдоть, и уходи. Свет дай. Ну, да, да, как же, как же. Свет, свет. Ждите, ждите. Чего там в самом деле? А вот как попроситесь в палаты, вот тогда и будет вам свет. Тогда дождетесь. день на дворе, а им, пожалуйста, свет. Ну, не надо, не надо. Тьфу, прости, господи. Швет, свет. Книжечки вот читать, да на диване валят этот, мы это умеем, да. А вот чтобы об мужей подумать, так этого нет, нет, пускай, мол, как хочет, голодный, холодный, это нам без надобности. Да ведь вы же обедали. Обедали, 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 а что такое, неизвестно. Значит, и все. А чай мне не полагается, а? Господи, боже мой, ну, прикажите Авдотье важность какая. Ах, ну да, конечно, важность, 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 а что такое неизвестно. Конечно, где же нам? Жена образованная, куда уж тут? Книжечки, это вот так, это мы умеем. А муж, пускай, как собака, корку ему какой-нибудь за все благодеяние его. Из нищеты взял, вызволил, призрел. Так нет, мужу корку собачью. Боже мой, ну, разве я знаю, а поставь вам самовар вы опять начнете. Зачем угли ждем? Угоди на вас. А Авдотья самовар барину поставила он. Не надо, не надо Авдотья, нет, нет, потуши самовар сейчас же. Мне корку какой-нибудь, поголодать до воды, колшек, вот и будете меня. Ну, чава еще надумал, чава. А Авдотья, дожили мы с тобой, за мою хлеб соль не имею пропитания. Это что же будет, а? Да ну, чава плетешь-то, представленное. Вот Авдотья, поешь, кормишь, а заместо того с голоду околивай, а? Верно, только у Бога правду-то найдешь. Ну да, как же, Бог-то, мол, не видит, ух ты, азуит-азуит. Ах, Авдотья, вот дела-то. Дай хоть ты мне корку какую-нибудь, чай с собаками кидаешь, так вот мне такую самую, собачью. Не, не, еще чего, чего выламываешься? Нет, нет, ну не я собачью, чего там, собачью мне. Ай, ай, чин, я нахренский, вот эти, ну ли тут исковеркаешь. Мало того, что голодные, холодные, так еще в потемках томят. Ты чего, статуи сидишь, Света не прикажешь, бары не видишь, с голого двора, не за холодную воду. Замолчите вы, замолчите, или я не знаю, выгоните меня, убейте, ну не пилите вы меня, пила вы непереносная. А, а, что же это, пила, 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 что такое неизвестное, пила, поговорить нельзя. Муж и слово сказать не полагается. Ну, ну, вот, вот и Свет, что я говорю, выгоните, выгоните, слово сказать нельзя. Жена, выгоните, выгоните, как будто это самое, по-моему. Обескураженный, продолжая бессвязную барматню, Толоконников уходит к себе. графиня Аврора печальными глазами смотрела во след удаляющемуся Леониду. Вот уж истина, затана египетская. Куда туда? А вот сюда, барышня, эх, оторожно. Господи, да никак дверь туда сейчас. барню дома? А куда ей учить-то? Делов-то у нас нет, уйтить нам некуда. Господи, Липа, Господи, Вера, Верочка, Верочка, Господи, подруженьки, это чья же будет барышня? Птицы, Липа, Федор Федоровича дочь. А-а-а. Милая, размаширочка ты моя. Да какая, же ты? Господи, Верочка, да когда же ты? Вот сюрприз. Да я ведь сегодня, сегодня как только приехала. Я ведь, Господи, да как же ты изменилась-то? Ой, не говори, Верочка, а ты? Ну да что же это мы так-то? Ну садись, садись. Ну правда, ну что же это мы так? Ну ты рассказывай. Ну что же это мы так? Да что рассказывать-то? А в доте ты вот там. Ах, Михаил Иванович, здравствуйте, очень рада вас видеть. Не забылись, простого-то человека. Что вы, что вы, ну где же вы теперь, как? Да все так же-с, про между небом и землей. То у барни Уткина, то вот за ихними родителями присматриваю. На завод не берут, шабак. Михаил Иванович, вы подите там, посидите, без меня не уходите. Ну, ну пойдем, пойдем, пучай, подруженьки, пощебечет, без помехи. Пойдем. Чугунку, слышь, прокладаю, скорости загуди, вот вы и понимаете. Да идите, идите уж, чугунка, это его функтик, все к дяде Максим Петровичу собирается. Милый. Ну, ну что ж мы так-то, ну иди сюда, ну, ну садись, рассказывай, ну рассказывай, ну, как же ты, замужем, да? Да как? Так вот и живу. Ну, а он-то, он-то каков? Чудовище, сил моих нет. Сначала-то с голоду, как благодетельный ангел, показался, особенно мамаш, свет увидели. А потом, как робост это его прошла, сразу во всей прелесть себя и обнаружил. Ломает, с каждым куском попрекает. Мамашу выгнал, на люди ни шагу, как кроты живем. Неужто и знакомств никаких? Какие там знакомства? Первое время попроще, бывало, хоть на музыку пойти, феер посмотреть. Куда тебе? А, Господь с ним, куда идти? Отсюда видно. А в случае, ежели прогулку совершить, так можно, на кладбище. Поведет на кладбище, смотришь, хоронит кого-нибудь. Так он и к могиле-то потащит, все похороны-то отстоит, навздыхается, накрестится, такую унылость наведет, что сил никаких нет. Да уж, действительно, удовольствие. А теперь вот в церкви все больше молится. Панихида отвратная. Ну да бросим это. Ты-то как Верочка, ведь полтора года как-то исчезла, как же ты теперь? Ну да что ж я. Ничего. Живем. Я не стану тебя расспрашивать, Верочка, ну скажи, было ли хоть счастье-то? Счастье. А не знаю, как пьяной песней прошло. Да я не жалею, не жалею. Мое ведь все это мое. Тело мое, сердце мое, жизнь моя, куда хочу, туда и брошу. Разве не так? Не моя разве воля? Да разве лучше так-то вот как ты? Нет, нет, Верочка, конечно, не лучше, но только я не знаю. Ты смелая. Я бы так не могла. Да, я знаю. Ты бы не могла, может, и я бы так не сделала, как бы. А да что говорить. Тебя вот нужда да голод свернули, а меня обжорство наше проклятое. Вспомнишь, бывало, дома базар, море разливанное, свадьбы до крестины весело. Делать чего-нибудь нельзя, барыш неприлично, думать не смей, а вот садись к окошечку, да жениха поджидай. А дождалась пухни потом на двадцати перинах, да детей рожай не в свою голову. А скороминки-то я уж с детских лет навидалась, а кровь-то шумит, а в голове-то одна наша пансионская требуха болтается. Ну вот и покатилась. баня зачах от такой жизни, а я выжила, да еще как, таким ли хмелем прогудела, что сама себе дивлюсь, как цела осталась. Ну да наплевать, милая ты моя, головка ты моя сумасшедшая, бедокурка ты эдакая, ух, ну, ну, да ну что это, ну что это, минор-то развалить, Ну, правда, что это я? Господи, Верочка, ты со мной, да чего ж ты меня счастливила, уж теперь я тебя не выпущу. А ты думаешь, я зачем сюда пожаловала? Тебя вызвали из терьма твоего тебя на волю вырвать. А то что это? Теперь что-то манер кончилась под запором-то сидеть. Теперь даже женский вопрос в книжках печатают. И правда, что это такое? Гулять будем вместе, в сад пойдем на реку, завтра же пойдем. Да что там завтра? Сегодня отправимся ко мне, у меня переночуешь, ну, а завтра там видно будет. Сегодня? Ага. Ночевать? А как же? Что как же? Спрашивать, что ли, будешь? Нужно очень. Прямо скажи, к подруге, мыло, и вся им долга. Зашумит он. Господи, вот камень-то на моей душе. Постой, как его зовут? Он дома? Семен Иванович, там у себя где-нибудь. Ну вот позови его, я сама с ним поговорю. Ну? Позови, позови, не бойся. Как и запугал он тебя. Ну ладно, я сама. Ох, нет, нет, нет. Михаил Иванович, Михаил Иванович, подите к сюда на минуточку. Михаил Иванович, там вон их сиятель, супруг Липочкин, находится. Попросите их деликатненько сюда. Это мы в аккурат. Секунд делом всего. Эй, крокодин, вывезь-ка сюда, что ли, на часов? Что вы, что ли? Так вы все делы испортите. Ничего, ничего, я его знаю. Что такое? Что еще? Кто там? Что же вы-то такая? Ну вот она, чутко-то голос подает. Что такое? Подходит. Какие такие? Базар, что ли, ходит по чужим домам? Всякие. И где эти виды? Ну чего орешь? Чего пасть-то разинул? Спрячь, щетин, спрячь. Не видишь, что ли, с барышней пришел? Опамятуйся, хапнуть не отдай. Что не с барышней? Что такое с барышней? С барышней, с барышней. А что такое, неизвестно. Все расперто. Альпеда, что это ты такое? Я болен, а в доте? Ну чего опять забол обонил? Не видишь, нечто барышня? Подружка пришла. Ну, повидаться стала. Что такое с барышней? Барыши, барышней. Я болен, говорю, а меня баба сглазила. Господи, ходит тут. Олимпиада, спрысни, спрысни, говорят тебе. Возьми святой воды. Ах ты, спрысник ты его из ушата. Сделай милость, авось очувствую. Да, ну я, лопро. Господин Толоконик, вы не вежливы. Вы даже не поздоровались с дамой. Но дело не в этом. Я подруга вашей жены и пришла пригласить ее к себе в гости сегодня же. Это птицам, если вы извольте знать. У меня она и заночует, так что вы не извольте беспокоиться. Левочка, ты одевайся. Все как это заночует? Что такое? Где? Какое такое? Почему такое? Ну очень просто. Переночует у меня, у своей подруги. А завтра, возможно, опять вернется к вам. Левочка, ты одеваешься? Как одеваешься? Что такое одеваешься? Что такое? Не смейте, не смейте. Я к портальник кликну. Что это? Разбой? Липка. Альпеда не выпущу. Не выпущу. Начальство дыблю. Не смейте на меня кричать. Не смейте. Какая я вопрос? Липка. Сами вы остолок, тиран. Не смейте. Ни к какому такого не пущу. Его грохот-то поднимаешь на всю улицу, дубина. Иди в квартал. Беги, запирай двери. На замок, на засов, со двора, колок, подопри. Не выпущу, не смейте. День топора. Как же и такое москва? Вот москва. Вот москва. Да что же нам теперь с ним делать? Ну, в самом деле, не в драку с ним лезть, а сатана, сатана. Болото мое проклятое. Михаил Иванович, помогите. Что делать? Помогите. Что делать? Что делать? Плюнуть в его абразин вскарбинную, да в окно чего-то. В самом деле, не махнут ли нам в окно? Михаил Иванович, открывайте-ка получше. Липочка идет? Идет. Идет, идет. Я хоть через трубу ты к заклам. Эх, качерки облопались. Сглазила. Ишь, ведь что выдумать-то? Сглазить этого дьявола. Ему зацарапать нечего в лапу. Ну-ка, барышни, вроде как бы воздухоплавание слона. Пожалуйте, прямо на моих стережках. Вот история. Михаил Иванович помогает дамам выбраться через окно. Вот так роман. Спасибо вам. Спасибо, милый Михаил Иванович. Наш Ромео единственный. Идет, бежим, бежим, бежим. Бегают колоконников, мечутся, ищут, бросаются к окну. Где они? Где они? Что же это такое? Где они? Это, это битва русских с кабардинцами. Или освобождение женского сословия из-под мужчинского ига? С этого дня точно поветрие какое пошло по растеряющей. Загомонили кругом. Мало, дескать, того, что дамы замужние такую моду взяли, чтобы без мужьев по гостям шататься, да на музыку, да то, да сё. А тут еще чугунка эта. А сатанял народ. Вот прошк, скажем, давно ли по дворам за работенкой бегал. А теперь Прохор Порфирыч с капитоном Ивановичем Скобянщиком дружбу свел. Что-то насчет чугунки нацеливается, с малашкой какие-то там шуры-муры завел. Летний вечер. Городской сад. Маланья отпросилась у брактирщика Данилы на музыку и тут встретилась с Прохором. А-а-а, Маланья Ваня. Ты что ж, домовой, когда ж мне платок-то принесешь? Да ты и без платка выйдешь. Да, это на аксиот, выкуси. Ей-богу, выйдешь. Потому я на тебя твоему главному донесу. Даниль? Нет, Евстегнею. Брошка, я тебе тогда издохну, не башку проживу. Да, если только твой такой поступок, так я с тобой со свиньёю. Приходи вечером, чёрт с тобой. Без платка. Ну, возьмёшь с тебя, с выжиги. Нет, ты погоди, тут дело-то поаккуратнее навёртывается. Капитон Иваныч этот самый, я тебе говорю, при больших капиталах, но до вашего полулютость имеет, не приведи господи. Вот ты и разумей, ежели его с умом распалить, на стену полезет, башку расшибёт, а не беспременно, чтобы своего добиться. Ты главное на невинность свою упирай, ну, а там по времени сдайся. Прошка, ну, и пулевой ты. Ладно, у меня с ним свой расчёт, обстаканим. А через час времени тут как тут пожаловал и сам капитон Иваныч. Ну, всё готово, сладяло. Сладяло. Аккуратнее, уже здесь. Врёшь, мошенник. Сейчас умирить. Я вам, капитон Иваныч, такую девицу разыскал, именно, пшено. Провоится. Прошка, я тебя убью. Как вам угодно. Я подвёл дело, теперь травьте сами. Я натравлю. Прошка, ну, держи. Ну, капитон Иваныч, с вас теперь могорычу небеспременно требуется. Какого же я тебя могорычу, любопытно послушаю. Капитон Иваныч, торги объявлены. Ежели, значит, без вашей помощи заклюют меня, не видать мне ларька на станции, а за вашей спиной я как хош обогну моих соревнителей. Ладно, ладно, наведайся ко мне. Чувствительно вам обязан. Да вот, Анис. Маланья, следуя советам Прошки, напустила на себя столь строгий вид невинности, что даже весьма опытный в сих делах капитон Иваныч почувствовал некоторую робость. Как вы хотите, в проходку пройдемся, а ли, может, вы устамше, здесь посидим. Ну, что ж, хаша и здесь. Вы можете лимонаду гайсу хотеть. Я с моим удовольствием. Не беспокойтесь за напрасну. Я напитков не уважаю. Какой же это напиток? Это так, для проколождения. А мне, и не жарко. Кого же это вам не жалко? Никого не жалко. Значит, вы бесчувственная. Вы, обо мне как понимаете? Так, извините, ошиблись. Я и в мыслях этого ничего не знаю. А, конечно, девушку завсегда обидеть можно. Что вы, какая обида? Напротив, аж я при собственном капитале, ну, этого свинства никогда себе не позволил. А, ежели, я скажем, имею чувство. Так же, даже скажем, удержаться невозможно. И как есть эта пылающая моя любовь из того самого часа, как я только об вас мнение получил. Какой вы беспощадный. Вы, может, меня на погибель толкаете. Какая же может быть погибель, когда вы имеете собственный интерес? Напротив того, мы можем сейчас взять дрожки и сделать в рощу прогулку. Алишок удык. Конечно, беззащитную девушку завсегда можно совратить. А только я до этого себя никак допустить не могу. и что это вы в самом деле такой выдумываете. Вот именно. Ну, это же самое. Напрасно вы это говорить извольте. С вашей стороны это одно только каменное бесчувствие. Да я, ничего не пожалею. Опять же, насчет тайности можете без сумления. Могила. Ах, истинно, что вы меня в могилу загоните. Ну, почему уже малаша? Ну, какая же тому причина? А вот такая причина, что может мне самой с собой совладать трудно. Мне что можно перед таким кавалером? Господь, до чего вы меня доводите? Малаша, от таких ваших слов со мной взрыв произойти не может. Мне это же такая лестность, что... Кроме что-то ночью. Как же ваше мнение насчет роши? Ах, ах, и что такое говорить, я и не понимаю вовсе. Но, между прочим, в роще завсегда на фабричных напороться можно. Так куда же будет ваше желание? Да уж, мамошинские ельники, все лучше. Ельники шипы! Хошатам жулья предостаточно. И это для моих чувств не суть важная припомнася. Пожалуйста, кренделем. Смутитель вы мой. Демон! Вокзал, только что отстроенный, пахнущий тесом, краской и украшенный дюжей фигурой жандарма, зажил своей вокзальной жизнью. По перрону, любопытствуя, гуляет публика. У свежевыкрашенного ларька металлических изделий и оружия Прохор. К ларьку подходит жандарм. Прохор вежливо снимает перед ним картуз. Начальству нижающее. Стало быть, поехали, Ларион Кузьмич? Кали не врешь, так поехали. Товар привозной. Всякого есть, Ларион Кузьмич. И Павловской, и своя работа тоже имеется. Так-с, ничего, работка чистая, только ты смотри, чтобы того. Помилуйте, нечто мы не понимаем. Что там? О, господин Патрикеев, из усадьбы изволили приехать. По судебным делам, вот и сюда, кстати. Что ж, рискнете прокатиться? А я тщательно. Куда коси? Глядите, не ослупите. Куда тебя черт носит? Все глаза проглядела. Скажите, что это, я пришитый хвостом за вашей милостью? Ух ты, харя! Вот невежество! Смотрите, смотрите, какие новости! Пожалуйста, пожалуйста, господа почтенные, для почины, нож столовый, садовый, для фруктов, для кухни, опять же оружие, не бьет, не стреляет, воробьев пужает. Пожалуйста, пожалуйста, по перрону плывет пуще прежнего разряженная Маланья. А, Маланья Ваня, наша вам, бесокавалеру. Здравствуй, проша. С начатием тебя. Благодарствуем. Чего у вас слышно? Да чего? Ирт отжития не дает, Данилка. Как съехал я от его свертепы этого, что он не день разбойничает. Я, говорит, тебя поил, кормил, обряжал, а ты, говорит, вот как супротив меня поступила. Так не бывать же, Евтон. Я, говорит, тебя так ославлю, такого шума наделаю, не так маш, что с растеряевки из губернии сбежишь. Страсть что делает? Всех жителей перетревожит. Ишь ты, дьявол. Ну, а ты-то что? Да что, поговори с ним. Мне, что я могу так грубьянить, я девушка. Ух ты, говорю, сатана рыжая, ирод, говорю, ты конопатый. Тор, подавись ты своими злыднями, тоже обряжал. Страм один. Теперь у своего обожателя я чего хош выпросить могу. И шелковья, и батисту. Чего хош. Накидку вон бурдову каналу с махромой подарил. Дави шарф сенелевый под небесного цвету приволок. Тормолам вы бурну с фенькой кривая шьет. И грудинаповый распашон. Вчерасть получила. Мало ли. Ева? Деньгом-то счету не знает. Ну и шо? Ох, как преподает. Прямо сказать нельзя. А теперь же хоть фатиру меня из-за этого сатаны. Почему так? Да как же. Кому охота, чтобы ноги обломали. А Данилка, слышь, похвалялся подговорить растеряйских ребят на капитона Ивановича. Ну, вот он поздно приходить и опасается. Что же мне, девушки, мамошинские ельники, что ли, с ним кататься? Али как? Да, это не статья. Вот, видишь. Ой, господи, что же это я? Идеть надо. Капитошна, суды, я обещался. А прогуляйте, сделайте одолжение. Прогуляйтесь, пожалуйста. Пожалуйста. В сторонке от перона около товарного склада осторожно показывается Михаил Иванович с дорожными вещами. С ним Липа и Вера, обе одетыми щанками. Вот тутонька, стало быть, вы и повремените пакеты, я билеты облажу. Да и народу тут поменья. Эх, ма, дух-то у меня лёгкий, ровно бы у птиц на воздухе. Лети, слышь, и никаких. Вы только смотрите, билетов не потеряете в сутолке-то. Затолкают вас там. Я-то, меня-то, ну нет, сами которые держись покрепче. Эх, барышни, вы мои милые, да нечто есть теперь чисел такой, которая меня бы затёрла. Машина пришла, чугунка загудела, матушка, ведь это в её, в её огненном черепе моя душа горит. Века-то мы для неё угольков прикапливали, а вы говорите. Да идите уж, идите, не декламируй. В самом деле, отправляйте, скотуще, опоздайте. Это я-то, мы-то, да не боже мой, попадём в самую точку одним махом, раз-два и нет меня. Ну-ка, Валер, я думаю, у тебя надёжный, этот-то не выдаст. О, да, все эти дни, что я скрывалась в слободке, он как собака цепна истерёг меня. Как ты думаешь, сюда искать не явится? Не думаю. Где им догадаться? Да и Авдотья там работает, следы-то заметают. Все эти дни я точно в тюрьме подкоп рыла. Вот-вот близко, вот-вот луч света с воли ударит. Скребу, скребу, до крови ногтями скребу, вот-вот. Ещё кажется, только одно маленькое усилие, а тут как громыхнёт замок, как оглянешь. Показывается жандарм. Липа тихо вскрикивает, и замолкает. Гляди-каешь, унтер. Да это не унтер, это нашему винику, ваше благородие. Куда едете? В Питер. Только это я одна. Подружка провожает. Пачпорт. Извольте, господин начальник. Фамилия? Ефимия Белобокова, господин начальник. Так, ну ладно, получай свой документ, воструха. Вот такая история. Ведь я бы чуть не умерла со страха-то. Нет, вот представление, да? Ну и молодец ты, Липа. Это твой первый опыт. Я, кажется, не посрамилась. Господином начальникам-то я ему особенно угодила. Вы тут что веселитесь? Не больно-то притка. Ваш благоверный тут как тут. Что вы говорите? А вот то самое. Поезд подходит. Собирайте пожитки, за мной. Билеты в кармане. Теперь дело без хлопот. Только бы на глаза не попасться. Ай да. Ну нет, теперь уж я так легко не сдамся. Идем, Липочка, Идем, Идем. Пожалуйста, 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 господа почтенные, поддержите коммерцию. Ножик-то мне и для коклеты птицу разнять. Будьте покойны, сударыня, без фальши. 96-й пробы останьтесь довольны. Господа почтенные, прошу обратить внимание, вашей милости пробушник не прикажете. Ай да, точку попала. Сделайте честь на любой выбор. Господин помещик, не прикажьте его из оружия. Ружьецо, пистолет, высокие сорта споросятинские. Без надобности своих полдюжин. Пожалуйста, 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 господа почтенные, поднятие. Господи, господа почтенные. Бокзал все больше наполняется публикой. В этой толпе затеревается липа и вера. Среди серой растеряевской публики выделяются семьи приехавших из поместья дворян. Здесь же живописная фигура для наволосого учителя. Показались Балканиха, Трифонов, Хрипушин. Кабачик Данила тоже явился сюда в сопровождении приказного для поимки сбежавшей от него свояченица Маланьи. Что, и тебе засвербело на чугунку-то поголосеть, а? Что же, матчика, благая Петровна, куда и люди, туда и мыс. Где они? Скрылись, скрылись, анафемы, ты это замечай. В документ заносимы их по суду. Они у нас не отвертятся. Слушай, батюхка Данила Григорьевич. А что, мудру их, что с приказным? Документ, документ, врыло ему закати хорошенько, вот ты, документ. Верно, по сусалам под микитки, вдыхало его. Эх, скифы, каменными топорами вооружитесь, крушит прямо по черепушкам и шабашь. А ты-то чего путаешься, образина? Все на одну колодку, все на дармовщинку норовите. Эфиот, ты слушай, на башне истории ударили в колокол, машина идет, цивилизация на тебя катит, умой свое рыло небежа. Слышишь? Слышишь? Ага. Слышите? Слышите, чего это гудит-то за лесом? Слышите? А ты что тут вещаешь? Тоже, пророк, ну, чего ощерился-то, чего зубы-то скалишь? Эва, чугунка, машина, обрадовался, да наплевать мне на нее. Нет, брат, врешь, на нее не наплюешь, нет, врешь, она, тебя самого искрой полыми в оках захлечь. Захар Анфодистыч, а ты не серчай, машина, она нам на пользу. Плевать мне на твою пользу, голь, самутители, тоже купцы. Правильно, супротивники, волки, растительщики, житья от этого народа не стало. Армазоны, истинно сказано, и прииди звей огненные. Правильно, от кеда стать-то прикажете. Закорежились, захрестились, заскрепели ржавые петли, подперлы под печенки. Гляди, ребята, какого страха ты им машин нагнала, зубами залацкали. Да как же им не пужаться-то ее матушке, коли она по три саженья за раз дров жрет. Мало, мало ей шутовки, по воле бы надо. Каждая ведь полено, что в ее огненную глотку летит, от этого, какой дубиной на их голову оперется. Не больно, тварды бач, и тебе, и ей глотку заткнем. Боль, прощалыга, ты машину-то ко мне в кабак притаси. Пайло, затонясь, лужи. Лева, заворожка идет, умному-то человеку простор. Осанна, осанна, железному дьяволу, осанна. Так, 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 криви учителю. О, о, гудит, слышите? Она, она матушка. Ее эта песня простому человеку она про волю поет. Она, бракцы, она матушка. Голубчики, милая, она, 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 Катя, родимая. Ну, Василий Тимофеевич, Василий Тимофеевич, где Катя-то? Катя-то где? Господи, Катя-то! И где же Веча-то? Голубу будет ухнуть под машину от этой самой. Отвал убийц, милая, Катя-то! Смирно! Шапки долой! Машина идет! Толпа невольно обнажает головы. Глаза всех устремлены навстречу подходящему поезду. Субтитры создавал DimaTorzok